ну или вот например уральская улица чем она была заменита в прошлом и какие здесь жили люди что за характера были у этих людей и о чем они молчали и говорили вот за этими дверями и ставнями обо всем этом мы конечно не знаем не расскажем но кое о чем рассказать все-таки хочется итак сегодня мы на бывшей уральской улице поехали он пригорюнется приту лица свернет закурит и вздохнет что есть мол и такая улица а улицы не назовет он не назовет но мы-то знаем 17 октября 1905 года самарским мещанином васильевым проживавшим в своем доме на уральской улице была обнаружена кража 19 ящиков сабзы и 5 ящиков мыла кража была совершена из подвального помещения в глубине двора вор подобрал для этого ключ и унес вы только представьте 26 ящиков сушеного винограда и мыла а вот всего несколько дней спустя эту же самую уральскую улицу огласили визги и крики горчичников которые кружили и здесь по уральской еще по нескольким окрестным улицам и улочкам горчичники безобразничали как хотели ломали решетки били окна а на свистки стражи порядка говорили что перережут всех кто попадется им на пути вот здесь на углу уральской и торговый улиц этой толпой была застегнута дама и двое проходивших мимо мужчин насмерть испуганные они стали просить помощи у городового стоявшего неподалеку но как только городовой дал свисток горчичники стали наступать на него с криками это ты свистел от расправы городового спасла только шашка которую он был вынужден достать из ножен вид оружия несколько охладил обуянов и пообещав городовому на следующий день явиться в еще большем количестве они отправились прочь по торговой улице и это только одна из многих историй которые происходили когда-то на улице больше века назад называвшийся уральской позже она поменяет название и превратится в улицу братьев кростелевых а еще позже часть ее станет называться пушкинской но название названием а вот суть у этой улицы далеко не всегда была мирной но мы тем временем оставим ненадолго год 1905 и перенесемся в год 21 повесть эдуарда кондратова и владимира сокольникова тревожные ночи самары лета 1921 года а герой повести юный чекист ягунин ищет дом на улице уральской михаил в недоумении остановился он не заметил как улица вдруг кончилась тупиком а сто восьмидесятого дома так и не было неужели девчонка сбрехнула в квартале от него на льдинской программы халтером вай лохматый беспризорник сленцой разглядывал югунина развалясь в тенечке на крыльце из двора тянула карболовым смрадом скажи пацан может еще есть где уральская деревня протянул тот со смешкой он там за углом обойди возле путей она сызнова будет быстро проговорил он нужный номер нашелся сразу дом был вторым от угла обнаружив что парадная не заперта ягунин поднялся по рассохшей лестнице на второй этаж и стучал в ближнюю из трех дверей никакой мебели в коридоре не этажерок и сундуков не было всю мебель сожрали буржуки заходи послышался густой голос михаил нагнулся и шагнул за порог первое что он увидел это нинка которая сидела в узком простенке между кроватью и столом спиной к двери сидел плотный парнище в жилетке и в модных суженных к низу штанах его пиджак был брошен на другую кровать возле стенки комнате стоял красивый резной буфет но посуды в нем не было вся посуда была на столе две тарелки с квашной капустой и грибами и две рюмки бутылка вина стояла здесь же она была откупорена но еще не начата при виде ягунина нинка вскочила и прижала руки к подбородку лицо ее было растерянным но особой радости михаил не различил пришел только и сказала она здравствуйте вам обещал вот и пришел ответил ягунин парень в жилетке сощурил глаз ты пришел и я пришел только я вперед пришел понял не понял зло ответил ягунин а это значит дела у нас с нинкой а ты погуляй до вечера теперь понял оставим пока чекистов их подопечных и вернемся в благословенные стародавние времена как жила в это время эта улица чем дышала и о чем думала а думала она о самом разном вот например в апреле 1909 года на уральскую 91 приглашали желающих купить фруктовый сад из четырех десятин зимним домом шесть комнат флигелем из трех комнат конюшней каретником амбаром и баней а вот на углу уральской александровской в доме токарева примерно в это же время можно было снять под торговлю не из дома из четырех комнат и вверх из восьми с теплым ватер-клозетом при обеих квартирах нижний верхний имелся водопровод и на посошок желающий получить в награду от 25 до 50 рублей могли обратиться на уральскую 62 в квартиру семь с трех часов дня до шести вечера и помочь найти службу конторщика приказчика и прочь желательно на крупном торговом или промышленном предприятии а я не верил что вы придете заговорила нинка задыхаясь и плача ему дяденька сказал что я кавалеров ищу а мне сказал что пусть лучше домой приходят будем с них за квартиру брать я дяденьке говорила что не хочу этого а у меня побил сказал что жрать не даст ты хоть знаешь кто это спросил ягунин да по соседству здесь торгует вроде ответила нинка торгаш порылу видно сказал ягунин садись к давай за стол нинка опять вернулась в простенок между кроватью и столом а михаил сел за стол на тот самый стул на котором только что сидел гость от запаха квашеной капусты его мутило так он был голоден нинка поняла это инстинктивно вы кушайте миша это дяденьки на их не только вино было но михаил нашел в себе силы отказаться не голоден я я ведь в столовке губчака снабжаюсь и вы теперь будете я договорился приходить к нам вечером убираться ох миленький ты мой радость так и брызнула из серых глаз нинки расцеловал бы я тебя их баба она и есть баба подумал михаил у них только одно на уме когда ягунин вышел от нинки и отошел от дома на уральской шагов на десять за спиной снова раздался голос беспризорника берегись шпана чека идет из деревни топала и вертела дальше следовала похабная концовка но михаил не оглянулся связываться с бесцеремонной мелкотнёй было нелепо ты без пользы догнать не догонишь а привяжется не отцепишься лучше оставить без внимания напомним это был год 1921 повесть эдуарда кондратова и владимира сокольникова тревожные ночи самары а мы возвращаемся самое начало двадцатого столетия горчица и хулиганство уроки игры на гитаре и гармоники еще многое многое другое это тоже она уральская улица одна из самых красивых и тихих сегодняшнем старом городе уральская улица самым настоящим самарским характером а вот 7 ноября 1901 года в доме иванова на уральской улице который когда стоял вот на этом месте начался пожар несмотря на тихую погоду пожар быстро охватил весь дом сгоревший полностью а кроме дома иванова страдали несколько соседних домов в охроме его булановой и другие затем пожар перебросила на соседнюю улицу где страдал дом михайлова со службами этим пожар и ограничился к счастью все постройки были застрахованы в местном обществе страхования от огня а вот причиной случившегося как выяснило следствие оказалась неосторожность людей пьянствовавших в доме иванова где на полу лежали стружки паника во время пожара была необыкновенная и страдавшие метались по улице не зная как им быть и что делать писали газеты и в этом нет ничего странного ведь сколько к пожару не готовься а когда он не ровен сейчас случится что тебе делать сразу и не сообразишь и хоть уральская улица не однажды видела бушующую горчицу но красный петух есть красный петух горбатая улица низенький дом кривые деревья стоят под окном кривая калитка кругом тишина и ты поджидая сидишь у окна с вами был михаил перепелкин пелкин